Ну а тем временем активисты общественной организации Уличный фронт пытались прекратить застройку территории возле отрада Бич-Клаб. Они утверждают, что несмотря на запрет городской власти, строительные работы продолжаются и мириться с этим фактом активисты не собираются. Они были готовы самостоятельно остановить работы, но на месте оказались представители организации Радногромадской Беспеки. К месту прибыл наряд патрульной полиции, наблюдавший за спором сторон. Сегодня в два часа был представитель ГАСК и был представитель прокуратуры. Повторно предупредили об остановке работ и отдельным строителям, которых поймали здесь, им выдали приглашение в третью прокуратуру за незаконное ведение строительных работ. Это было сегодня в два часа дня. Мы приехали в полпятого, работы активно форсировались. Незаконное строительство на городской земле. Тут есть частные предприниматели, которым город обязал облагородить территорию, сделать новые спортивные площадки. На данный момент мы видим, что ведутся строительные работы не по увеличению клубной какой-то территории, а именно по реставрации спортивных площадок в городе. Сегодня уже приходил сюда ГАСК, сегодня приходила прокуратура. До третьего числа дали время человеку, который это строит, разъяснить ситуацию, чтобы не возбуждалось уголовное дело по самовольному строительству. То есть до третьего числа, если полукрутура не получит ответа, мы сами, как общественность, придем вместе к ГАСКам и будем помогать бороться с этой стройкой. Общественники, выступающие против работ, говорят, что своей заботой о спортсменах, об устройстве площадок для бадминтона и благоустройства склонов, маскируют банальную застройку побережья. Но город на это никак не реагирует. Это нарушение закона, это нарушение закона о благоустройстве, это нарушение природоохранного законодательства, потому что мы находимся с вами в парковой зоне. Появилась опалубка, которая готова под заливку. Ну, со своей стороны ГАСК, он просто приехал, зафиксировал, что да, ведется строительство и никаких дальше дальнейших мероприятий никто не предпринимает для того, чтобы как-то препятствовать заливке. В результате продолжительных споров сторонники ликвидации стройки составили заявление на имя начальника Приморского отдела полиции с просьбой оказать содействие в запрете дальнейшего строительства на побережье.